Украинская страна постоянно заявляет о том, что она привержена из Минских соглашений. Но на практике наши люди слышат, как они их выполняют, обстрелы не прекращаются. На Донецком направлении противник применил, долго это не было, артиллерия, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов, стрелковое оружие. По прилегающим районам 14 населенных пунктов было выпущено 11 артиллерий и снарядов калибром 152 мм, 13 танковых снарядов, 145 мин, давно тоже такого не было, калибром 120 мм и 109 мин калибром 82 мм. На Горловском направлении обстрелом с гранатометов и стрелкового оружия подвелись два населенных пункта, Зайцевая и Железная Балка. На Мариупольском направлении противник выпустил 33 мины калибром 120 мм по прилегающим районам 7 пункта Октябрь. Также применялось вооружение БМП, гранатомет и стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня. Наша разведка продолжает фиксировать стягивание сил и средств к линии соприкосновения. Так, на Мариупольском направлении отмечено прибытие в район 7 пункта границы 4 единиц танков, 10 единиц грузовых автомобилей с личным составом. Также в западной части населенного пункта Новотроицка на территории детского сада Барвинок выявлен пункт дислокации иностранных ЧВК. В настоящий момент там находится до 30 наемников. По информации, получаемой от местных жителей на подконтрольной Украиной территории, украинские каратели продолжают вывозить оружие и боеприпасы из зоны боевых действий с целью последующей продажи. Так, в населенном пункте Селидово сотрудниками полиции при попытке продажи 4 единиц автомата АК-74, 400 патронов и 6 гранат РГД-5 был задержан боевик из числа незаконно-националистического формирования Украинской добровольческой армии. Однако, по нашим данным, уголовное дело не было возбуждено, какие-либо следственные мероприятия не ведутся. Это связано с опасением мести со стороны неподконтрольных банд националистов к руководству Селидовского отдела полиции. Был вброс произведен с беспилотного летательного аппарата, это в районе промзоны так называемая. Единственное, впервые мы сталкиваемся с таким качеством листовок. Так как беспилотник был небольшой, он и размер здесь небольшой. Единственное, что впервые было удивительно, здесь министр обороны США, а с обратной стороны непонятный вон, но флаг Украины четко виден. Я думаю, это больше один из элементов пропагандистской войны, которую украинская страна осуществляет. Непонятно, для кого это больше рассчитано, для военнослужащих или для гражданского населения. Потому что здесь написано, что мы придем скоро. Такие факты есть. Просто то, что это применяет беспилотный аппарат, который не имеет права здесь летать.